Следующий вопрос к Андрею Курпатову. В продолжении того, что говорил Дмитрий, в продолжении того, что говорил Господин Ди Грей, у нас в мегаполисах существует, как нам кажется, стереотип, что все живут очень быстро, и ни на что не хватает времени. Не хватает времени на побыть самим собой, не хватает времени побыть с близкими, не хватает времени что-то почитать, чем-то насладиться, что в мегаполисах все зарабатывают деньги, и из-за этого несчастны. Другая сторона вопроса. Вот если брать не мегаполис, а природу дикую, первозданную, а вот счастье в природе, оно вообще природой счастье задумано, либо счастье это что-то, что придумала человеческая культура, и может быть это наша выдумка и совершенно необязательная часть нашей жизни. Ну, я тут только что по этому поводу долго ругался в соседнем помещении, потому что, конечно, иллюзии, которыми нас активно снабжают, обещая какое-то, значит, счастье, вот совершенно даже, тут же еще в чем ирония, вообще непонятно, как все дальше будет происходить. Вот проблема одиночества, например, сейчас нам активно, Дмитрий подробно рассказывал, действительно есть такой кейс, что одиночество, оно как бы способствует снижению разных показателей. Но не само же одиночество. Просто одинокий человек приходит домой, включает, ну, он и не выключает, сейчас я рассказывал, что он и не выключает, ну, вот, и он садит и пиво, пивасик, там, этот, как ее, картошечка эта жареная, как чипсы, вот, значит, и еще что-нибудь, может быть, психоактивные вещества какие-нибудь и так далее. Ну, вот, проблема-то не в одиночестве как таковом, а в том, что ему нечем себя занять, и он просто занимает себя какими-то деструктивными практиками. Люди не умирают от одиночества, люди умирают от того, что они сами себя почему-то, ну, вот, убивают. Вот, при этом это не просто вопрос плохого образа жизни, что, вот, там, неправильно ест, там, еще что-то. Я придерживаюсь вообще конструкции, что генетические факторы являются ключевыми, и чем дальше мы просто... Мы же просто с точки зрения науки абсолютные профаны. Мы только-только расшифровали геном, это было совсем недавно, геном человека, и это была конструкция. И сейчас только-только научились нормально делать страваловые клетки, и только сейчас мы видим, как активность тех или иных генов сказывается на соответствующих субкультурах клеток. Вот. Мы же научно совершенно дикие. Это у нас так кажется, что мы большие, мощные, там, и так далее. Но я вот как человек, который с нейрофизиологией имеет дело, могу вам точно сказать, что мы вообще знаем там, ну, просто неприлично мало. Вот. Про этот мозг. Вот. И то же самое и в генетике. Но вот последние самые данные, то, с чем мы сталкиваемся, это то, что действительно большое количество заболеваний, но я смотрю по своим, да, но вот последние данные генетические, например, по наследованию алкоголизма, это более 73% алкоголизма наследуемое заболевание. Наследуемое на генетическом уровне, а не потому, что папа научил пить. Вот. И мы просто, ну, мне кажется, недооцениваем. Да, продолжительность жизни растет, просто потому, что физически растут технологии. Ну, вот, там, условно говоря, и те вот аварии всякие разные. После того, как вы изобретаете ремни безопасности и подушки безопасности, у вас меньше людей гибнет в авариях, а это огромное количество молодых людей, которые сильно портят статистику. Вот. Вы существенно улучшаете статистику продолжительности жизни. Вот. То, что мы научились неплохо лечить, а мы понимаем, да, сердечно-сосудистые заболевания, основная причина, травмы, да, рак. Значит, мы сейчас очень неплохо лечим рак. Не потому, что что-то как-то существенно изменилось в мире, а просто действительно, то, что касается лекарственной терапии, она дала невероятные результаты. Мы очень неплохо лечим все бактериальные, пока мы сейчас какую-нибудь супербактерию где-нибудь не схватим, вот, по такому стечению обстоятельств неприятному, вот, но в целом мы сейчас очень хорошо лечим всю бактериальную патологию. Вот. Мы вирусы начали, ну, у нас ВИНЧ перестал быть смертельным заболеванием, то есть мы можем продолжать. Вот. Поэтому, когда мы говорим, что у нас какая-то продолжительность жизни выросла, вот, я всегда задаюсь вопросом, а просто не стали ли мы по каким-то причинам меньше умирать, по каким-то совершенно не связанным со старостью причинами, да, вот, просто стали лучше лечить заболевания, от которых люди часто умирают. Вот. И, опять же, все вот эти наши гадания по поводу, какие факторы подействовали, ну, вполне возможно, что в соответствующей голубой области просто живут люди, у которых в генотипе такая приятность. И если я приду, и буду там жить, и буду все это делать, не факт, что я не наследую продолжительность жизни своих родителей, бабушек и дедушек, понимаете. вот, мы просто сейчас очень мало знаем. И простые ответы меня пугают больше всего, когда мы говорим, что, а, ну вот там, из-за одиночества стали, значит, умирать, справились с одиночества, перестали умирать. вот тут, значит, такие правила используются, соответственно, живут дольше. После не значит вследствие. Это главный принцип, вообще, это, ну, научного мышления, да. Ну вот, поэтому, ну, то есть, я бы вот в этом, во всем был бы просто очень аккуратен, и я бы просто понимал, что у нас действительно есть большие риски, из-за невероятного финансирования медицины, мы должны просто понимать, какие невероятные деньги сейчас в медицинской отрасли в целом крутятся, вот, технологии развиваются просто фантастическим образом, и то, что нам будут улучшать, как бы, вот показатели жизни, длительности ее, это факт точно. Здесь вопрос, а, научимся мы лечить психические расстройства с возрастом, так сказать, нас настигающие. Альцгеймер, Паркинсон и группа товарищей, так сказать, они стоят и ждут, вот, наши здоровые телеса, вот, и я никому не рекомендую быть физически здоровым, с деменцией, вот, потому что это то еще удовольствие и для вас, и для близких, ваших в особенности, вот, и поэтому, вообще, мы здесь дальше вот сталкиваемся с этой историей, ну, как бы, сохраним ли мы здравый рассудок, ну, то есть, там, Владимир Владимирович Познер, конечно, как бы, так сказать, смотришь на него и думаешь, все будет хорошо, но посмотришь на какого-нибудь другого и подумаешь, елки-палки, значит, только бы не дожить до таких лет, вот, поэтому, тут, вот, сможем ли мы сохранить здравость, так сказать, вопрос, вот, сможем ли мы лечить старость мозга, вопрос, вопрос, вот, и я думаю, что мы просто вот к этому вызову не очень готовы сейчас, вот, а счастье, ну, послушайте, вот, те 60 лет, ты утром просыпаешься, и у тебя не все отваливается, вот, наступает счастье, так же, вот, потому что если все сильно отваливается, то уже не так хорошо, правильно, вот, нету никакого общего рецепта, у ребенка одно счастье, у подростка другое счастье, и если мы говорим про дороголетие, мы должны думать про счастье людей в возрасте, и это большая проблема, то что необходимо поддерживать активный образ жизни, необходимо поддерживать занятость, социальную востребованность, коммуникацию, да, потому что это актуальные вещи, вот, и уровень интеллектуальной нагрузки, потому что, ну, тоже я здесь Америки не открою, если вы читаете книги, то вероятность того, что вы заболеете Альцгеймером, снижается в два раза, вот, а если вы смотрите телевизор, то она наоборот растет, это вероятность, что вы заболеете Альцгеймером, ну, вот, поэтому, ну, вот, я бы думал про счастье взрослых людей, и как нам, какие нам создавать условия, и насколько я понимаю, и правительство Москвы, и соответствующие подразделения, как раз вот активно над этим работают, чтобы сохранить максимальную активность в жизни, это активность мозга, и, в общем, это такое счастье, вот, нам не понять, но мы скоро поймем. Давайте мы про долголетие, я просто слышу, что там через 900 лет будем жить тысячу, вот, мне становится слегка не по себе, значит, мы прекрасно знаем, мы понимаем, что ни один человек не пересекает рубеж, там, 120, условно говоря, лет, то есть, даже при самых, вот, из всех 8 миллиардов людей, понимаете, мы их соберем, и понимаем, что есть фактическое ограничение на жизнь, которое обусловлено нашей биологической природой, мы запрограммированы на при самых лучших обстоятельствах на определенное время, то, что у нас улучшается в целом, в среднем продолжительность жизни, улучшаются статистические показатели, понимаете, вот мы стали детям пересаживать или зашивать сердца, они рождаются с пороком, а мы их зашиваем, и вот такой ребенок дает плюс 80 лет, потому что он бы умер, и вы бы из общей статистики 80 лет бы выкинули, а сейчас вы 80 лет туда вставляете, и вот то, что у нас погода улучшается, это значит, что у нас, ну, просто молодых людей меньше умирает, потому что у нас там меньше, я не знаю, войн, меньше того, если бы пятого, десятого, ну, не знаю, там, вспомните 90-е, и посмотрите, какая у нас была статистика, все кладбища там были, понимаете, братками уложены направо-налево, ну, как бы, они все внесли статистику в продолжительность жизни, мы просто что-то путаем, вот, мягкое, я не знаю, с зеленым, там, мокрое, с тяжелым, ну, это разные вещи, есть долголетие, это просто продолжительность жизни пожилых людей, и она не растет, ну, она растет, насколько растет медицина, да, а есть вот статистические показатели долголетия, что у нас там в год мы, значит, растем на год старше, ну, у меня ощущение, что я просто, может, я не знаю, я врач, да, военную медицинскую академию заканчивал, мое представление, ну, такое предельно объективистское, ну, вот, и, я не знаю, там, может быть, какие-то есть еще прочтения, ну, вот, такие, какие-то, мол, полумистические, там, еще что-то, там, и так далее, ну, вот, но я понимаю, что есть органический субстрат, и если есть проблемы, то они, конечно, связаны с тем, технологические, что мы сейчас уже получили возможность включаться в геном человека, да, китайские дети уже прекрасно рождаются, значит, с генномодифицированными просто своими хромосомами, так сказать, вот, и если мы получим возможность вмешиваться в геном, и это действительно позволит увеличивать продолжительность жизни, то, поверьте, эти технологии будут закрыты, вот, их можно будет делать за большие деньги в Китае, и Хокинг в своей последней книге предупреждает, что самое опасное, это возникновение таких сверхлюдей, которые действительно смогут из-за генетических вторжений на уровне эмбриона, но, кстати, генная терапия будет возможна, сейчас уже понятно, что эти технологии просто пока совсем в зачастом состоянии, но и у взрослого человека можно будет менять его генетическое строение, вот, но и с детьми, которые будут рождаться, неспособные к заболеваниям, с дополнительным потенциалом, я прошу прощения, сейчас ген человека, отвечающий за размер мозга, пересадили обезьянам, и родили обезьяну, которая уже, я прошу прощения, человека-обезьяна, и ее интеллектуальные ресурсы, которые она демонстрирует, они, так сказать, слегка планета обезьян перестает казаться такой уж выдумкой, ну вот, ну, пока мы просто рассуждаем про какие-то такие странные матеи, ну вот, одиночество, там, неодиночество, ну, вообще риски лежат, на мой взгляд, они в другой плоскости, я не против социализации, вы поверьте, я психиатр, психотерапевт, последний, кто будет против социализации, ну вот, но сама социализация не лечит, просто в рамках социализации вы ведете такой образ жизни, который минимизирует возможность, там, например, тех же суицидов, я сейчас не скажу точно статистику, но на момент, когда я был профессиональным суицидологом, и методологически руководил кризисной службой Санкт-Петербурга, я вам должен сказать, что есть два, было, по крайней мере, в начале 2000-х, и я думаю, это вряд ли поменялось, два пика суицидов, это подростки, 16-17 лет, и это пожилые, одинокие люди, которым незачем жить, и да, они умирают, но не потому, что у них, ну, одиночество, а потому, что у них жизнь такая, что им незачем жить, и вы можете создать, но они умирают, и не потому, что у них там, заболели они чем-то, они просто повесились, выбросились, включили газ, ну, там, и так далее, ну, как бы, ну, надо, мне кажется, как-то ближе быть к тому, что происходит на самом деле, а не скрываться красивыми словами, одиночество, ну, одиночество не диагноз, понимаете, вот, есть люди, кстати, которые прекрасно живут именно в одиночестве, вот, и сейчас большое количество исследований показывает, что у нас, в принципе, у нас сейчас атомонизированное общество, количество одиночек растет по всему миру, вот, и люди более адаптированы к жизни в одиночестве, чем в жизни с кем-то, значит, на своих квадратных метрах, ну, вот, может, выйдут там с кем-то и погутарят, ну, вот, на лавочке, но вот в рамках моей, как бы сказать, моих территорий не заходи, ну, вот, это тоже, между прочим, новый тренд, который по всему миру реализуется, вот, вот, я просто боюсь этих одиночества, ну, или там, как-то, долгожительство, какое, ничего мы дольше жить не стали, умираем меньше, медицине спасибо, ну, это трогательно, конечно, все, но у нас сильно нервная ткань отличается от других тканей, да, нервные клетки у нас не формируются во взрослом возрасте, если не считать определенные зоны, гиппокампа, где действительно возникают новые клетки, значит, у вас эритроциты живут 120 дней, гибнут и родятся новые, а нейроны, которые вам достались с детства, они у вас и функционируют, и у вас вот эта клеточка функционирует 80 лет. Семец кардиомиоцит. Что? Семец хороцит. Как и с клетки сердца. Как и с клетки сердца, не ускоряется. Да. Да. Есть дегенеративные процессы. Ну, то есть мы сейчас будем включаться в очень странные обсуждения. Значит, дегенеративные процессы в нервной ткани, это совсем не то же, что дегенеративные процессы в сердце. У вас никогда их нету. В сердце у вас возникает инсульт, или инфаркт, условно говоря, у вас гибнут просто клетки, которые заполняются соединительной тканью. Это, собственно, почему инфаркты так опасны. У вас нервная ткань работает так же, как любая другая, это просто странно. И то, что все кровоснабжается одной и той же кровью, это тоже, ну, достаточно, ну, такое, ну, кровоснабжается одной и той же кровью. И что? Зато глаз смотрит, а нога ходит. Ну, как бы, и все кровоснабжаются кровью, ну, и что? Вот, поэтому нервная ткань – большая проблема. Мы не знаем. Мы сейчас только вообще, понимаете, пять лет назад стало понятно, как мозг очищает себя от продуктов полураспада. Понимаете? Ну, вот этих вот… Мы до сих пор не знали, как мозг, как бы сказать, все… Он обладает как раз очень специфическим куробращением. Вот. И выяснилось, что, когда мы спим, клетки глии раздвигаются, создают своеобразные акведуки для того, чтобы отвести существующие вокруг нервных клеток ну, вот, продукты их жизнедеятельности. Где вы еще такое в организме видели? Ну, нигде, да? И почему вот мы думаем, что одинаково будет нервная ткань функционировать и другие органы? Я это, ну, просто… просто не понимаю. Вот. И, конечно, у нас есть риски. Мы не знаем пока. У нас растет уровень и Паркинсона, и Альцгеймера, и деменции. Я просто, как бы, много больных таких, к сожалению, имею несчастье видеть. Вот. И я понимаю, что… И нету никаких пока решений. Ну, вообще никаких. Это не рак, который лечится. Ну, это не ВИЧ, который сейчас уже останавливается. Это реальная проблема. Я соглашусь, что, конечно, все индивидуальное. Вот. Я точно не соглашусь, что всем нужна растительная диета, и мы сейчас все на нее должны дружно перейти. Ну, вот. Я боюсь, что точно продолжительность моей жизни сильно сократится в этот момент. Ну, лично моей, может быть, отчет слишком особенный. Вот. Да. Экстраполяция общих каких-то закономерностей на нашу конкретную жизнь – это такая вещь всегда очень условная. И не… Ну, то есть, я бы здесь вот как-то был поспокойнее с общими правилами, и это правда. В остальном, я… Меня тема долголетия беспокоит не сильно. Я вам честно скажу. Вот. Есть просто люди, я знаю, которые вот прямо вот они все думают. Рей Курцвилл, понимаете, там принимает 200 пищевых добавок в день, чтобы дожить до 2037 года, когда он считает, что технологии позволят нам больше никогда не умирать. Вот. И говорит, что смерть – это главная пожирательница всего, чего только может быть. Вот. Я отношусь к смерти очень спокойно. Ну, понимаете, во-первых, я сейчас вспомнил, Дмитрий рассказывал, я вот тоже, кстати, мог внести плохое показатель в статистику выживаемости, вот, потому что в 21 год, в общем, был смертельно болен, но просто наши бравые врачи имели к тому моменту технологии, на мне ее экспериментировали, кстати. Вот. И сейчас она уже вошла в обиход и действительно гиенобарео, периферические параличи лечат плазмообменом, то есть меняют всю плазму и из нее таким образом вымывают просто вирус, ну, антитела, которые там образуются. Вот. Поэтому я вообще к смерти предлагаю относиться вот как к такой вещи, которая придает ценность нашему с вами существованию. Вот. Потому что когда вы понимаете что-то конечным, когда вы понимаете, что все это когда-то закончится, вот, мне кажется, то, что с вами происходит, обретает вот ту красоту, понимаете, вот это как эти вот надгробные вот эти цветы искусственные, они не вянут. Но это последнее, что вы хотели бы иметь у себя в доме. Понимаете, лучше иметь у себя растение, которое погибнет, но вы будете знать, что оно живое. Понимаете, вот долголетие прекрасно, все это прекрасно, но ни в коем случае это не должно быть вот какой-то паникой, чтобы всю жизнь бояться. Знаете, вот как с ужасом, что некому будет принести стакан воды вот перед смертью. И вот ради этого делать кучу всяких глупостей. Понимаете, вот и самое обидное, что, ну, как правило, он не требуется. Я как доктор, который с этим часто сталкивался, понимаете, ну, не нужен он. Вот не надо из-за этого стоять на голове. Вот, поэтому технологии... Можно вам вопрос? Можно вопросом задать? Медицина, это очень важная вещь. Вот, пусть это все будет. Здоровый образ жизни, насколько он вам как бы тоже дееспособен, прекрасно. Вот, но бояться и думать про вот хвататься за эту жизнь, чтобы она как можно была дольше, лучше пусть она сейчас будет настоящей. То, что, правда, совершенно неизвестно, когда лично у вас она закончится. Но я вам желаю долгих лет. Дорогие друзья, мы с вами... Вот есть у господина Ди Грей вопрос, но я думаю, что сегодня будет еще возможность выходить публично. Все. Конечно, вопрос. Вы же врач, правильно? Правильно. Звучит так, что вы счастливы, что медицина для престарелых на самом деле не работает. Вы бы и не хотели, чтобы была медицина для престарелых, которая действительно работает? Потому что это был бы отвратительно положительный побочный эффект, что люди будут жить слишком долго. Я правильно вас понял? Своё мнение, как развивается медицина. Значит, наша медицина вся вообще развивается таким образом. Врача за что наказывают? За смерть. Ну вот. Врача не наказывают за хронические заболевания. Значит, и вся наша медицина, она, поверьте мне, неотложная медицинская помощь и вообще все технологии, которые, они блистательные. Понимаете? Если вы попали в реанимацию, вообще, лечить будут на ура. Ну вот. Мы действительно пока плохо лечим. Всё, что касается хронических заболеваний, всё, что касается обменных заболеваний, всё, что касается гормональных расстройств, там и так далее, и так далее, и так далее. Мы лечим плохо, потому что мы мало про это знаем. Наши знания действительно просто, ну, я по своей области скажу, но они, ну, просто стыдные пока. И я надеюсь, что вот та высокотехнологичная наука, которая сейчас идёт к нам навстречу, она поможет. Ну вот я очень рассчитываю на лечение психических расстройств. я тут как такая, знаете, библейская цитата, да, если Бог хочет наказать, это мне один профессор говорил, Сметанников Пётр Гаврилович, покойный, он говорил, экклезиаста цитировал, что когда Бог хочет наказать человека, он лишает его разума, поэтому мы, психиатры, добрее Бога. Вот. Вот. И я думаю, что вот лечение там психических расстройств в целом сейчас у нас очень много шансов, что эта ситуация улучшится. Вот. И я надеюсь, что ровно такие вещи будут происходить со всеми, во всех направлениях. Вот. Старость не болезнь. Ну, в моей, в моём представлении о прекрасном. Вот. Старость это срок годности. Вот. Он, собственно говоря, хотите вы или не хотите, он имеет пределы. Но люди не живут 130 лет и 140 лет не живут. Есть наши 120. Ну вот. Если будем к ним двигаться, хорошо. Но давайте двигаться так, чтобы это ещё было со смыслом. Вот. Не просто... Мне просто смешно. Нужен смысл, чтобы дольше жить. Ну, нужен просто смысл. А, ну, как бы получится с этим дольше жить? Хорошо. Ну, как бы не получится. Ну, как бы и такое тоже случается. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ